Вот. И, говорит, по талонам было все дорого, там вот, как раньше-то, свадьбу, поминки, да? Все это же сложно было достать. Вот. И она, говорит, она работала в торговле, и ей привозили вот эту водку, да, например, или там любой товар, и накладные. И она, говорит, был такой случай, что эти накладные подделали. И у ней была большая недостача. Ну, конечно, она, например, растет на своих детей, отец инвалид, без ноги, в пенсии 28 рублей тогда была. Ну, жили, как бы, небогато, очень скромно. Ей повезло то, что недостача пришлось перекрыть, помогла ей свекровь. Она держала скотину очень много, там, овец, корову, вот, до последнего, в общем, и она... То есть она должна была... Она была, ну, как же, это недостача, это большая подделка. Я не помню, сколько, это не важно уже какая-то сумма. Но ей надо было обязательно ее вынести, это недостача, потому что ей совсем большие суммы-то и посадить все, чем могли. В свое время очень сложно. И вот она, я не знаю, там, она на коровле, что там, я не знаю, селенкой. Но я сейчас не помню, что-то она продавала, и она вот помогла маме, она заплатила. Но мама в то время, она, говорит, еще тайно, она в Ульянск ездила здесь в храм, мы же в деревне жили. И она подходила к священнику, жаловалась, ну, как бы, вот так, так у меня ситуация. Я, говорит, не могу понять, кто и как. Но еще тогда, батюшка, вроде бы, как бы ей сказала, пройдет время, ты, говорит, все равно увидишь. Ну, что-то, где-то, как это, проявится. И вот я хочу сказать, вот это суды божие, как бы, получилось так, проходит, но какое-то время. Развуиспитание, да? Нет, 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 там интересно. На всем человеком, кто сделал неправду. Там, получается, тот, кто ее подставил по документам, водку присвоили себе, а платила она. Мать платила. Мать платила, да. Ну, получилось так, кто, она, говорит, была показана. Потом одна женщина там заболела раком, но там было их не один, двое. Это уж воровство было. Ну, это воровство было, но это ладно. Я хочу сказать, не отсудить ни в коем случае, а просто, как Господь показывает суды свои. И она, говорит, и этой водкой, которую они взяли себе, они, значит, взял, причем там он родственник мамин был, у отца родственник, и они, как раз, товар привозили, он там, ну, как, непосредственно этот товар, кто отвечал. Ну, понятно, никто не сторонний, чужой, кто к документам имел доступ, вот, и они там поделали эти документы, да. Но, что интересно, когда этой краденой водкой играли в свадьбу, сыграли в свадьбу, проходит время, и когда этот тот, кто подделал документы, видать, вот эту водку, взял на свадьбу своей дочери, и через некоторое время проходит время у этой дочери, мыши выбрасывать в окно. Ну, как бы, вот она говорит, вот так вот, а, так-то нажми пока. Я просто, может, неправильно. Мышина выбросился в окно. Ну, да, да. Вышла. Но потом прошло какое-то время, поскольку у них семья большая, 5 человек в семье, там у них еще один сын через какое-то время, он работал с электрикой, что-то связанное, вот эти трассы, линии большие. Он говорит, падает. Нет, он падает, и вот эти вот, вот там 40 килограмм вот эти высокобультные линии, и когда провода идут, и вот этот стакан подвешен, 40 килограмм, и падает, и все на него. На сына? Да, она уже на сына, но он живой остается, но очень долго болел. Мать за ним ухаживала, она медик, она очень долго, он восстанавливался, вот. Потом одна дочь еще разошлась, а еще одна дочь, она умирает страшно. Там он еще попадает, она сшибает ее. А, в аварии? Ну, не то что в аварии, она переходила дорогу, и там ехала машина на большой скорости, и, ну, еще сшибла ее. Ребенок живой остался, а ее на смерти. Но она моложе меня еще. Ведь ее еще сколько? Подростком? Ну, 53, что ли, я точно сейчас не помню, сколько я там была. Нет, не 53, наверное, даже 50. Ну, то есть, это, внезапно, прям умирает. Очень страшно, от сильного удара и прям смертью мгновенную. В общем, жизнь тяжелая, как бы все дети пострадали. А почему? Потому что, это, ну, как говорится, тот, кто деньги вот украли они, эту водку взяли, они сыграют свадьбу, да, и как бы вот эта сеть таких этих... Ну, как бы суды видно, что человек... А ведь у кого взяли-то? У человека, который сама бедно живет. И сама и родственник, и родственник. Которая и отец инвалид, она тяжело жила, и детей воспитывала. И родственник, дело в том, что... Ну, родственник, не родственник, дело в том, что... Я думаю, родственник тоже должен иметь значение. Хоть свои, хоть чужие, какая разница. Суды, они вот, ну, это страшно, вот так вот в жизни бывает. Это говорит о том, что человек, когда делает вот такие вот поступки нехорошие, в растворе, еще что-нибудь. Он не думает о том, что это безнаказанно пройдет. То есть, в любом случае, что это просто... Он думает, что я бы хотела. Да. А это в любом случае. Это я вот рассказала о судах, да? Вот теперь дальше. Так. 71-й стих. «Благо мне, что я пострадал, давно учиться стал за твоим». Но это и мы в отношении себя, да, когда мы против Бога согрешаем. Ну, страшно, когда, хотя, конечно, ну, там, если 10 заповедей, первые 4 заповедей прямо против Бога, да, и 6 уже против человека. Первые, кто знает первые заповеди, какая? Вспомню, давайте. «Вас Господь Бог твой». То есть, я Господь Бог твой, да? Да. Вторая заповедь. «Возлюби Господа твой как самого себя, как ближнюю твой». Не создай себе кумира ни на небе, вверху, ни на земле, ни внизу, ни под водой. То есть, нигде не создай себе кумира. Вторая заповедь. Третья. «Не произноси имя Божьего в Суе». То есть, напрасно. И четвертая заповедь. «6 дней работы, 7 дней Господу». То есть, вот эти 4 заповеди. Это первое, по отношению к Богу. Почему я говорю? Воскресенье желательно не работает. То есть, это прямое нарушение против заповеди Божьей. Многие же нас с воскресеньем работают. Да, я. Вот. Ну, остальные там, понятно, не украдение, пролюбодеза. Мы вот сейчас немножко отвыклись. «Я стал как мех в дыму, но уставов твоих не забыл». 83-й. 112-й. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца». То есть, видите, как говорит, что он сердце свое расположил, чтобы исполнять уставы, ну, то есть до смертного часа, да? Сейчас я поясню потом, почему я стала об уставах. «Поддержи меня и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно». 117-й. 118-й. «Всех отступающих от уставов твоих ты не залагаешь, ибо ухищрение их ложь». А ложь отстану мы знаем, да? 124-й. «Сотворись рабом твоим, по милости твоей, и уставом твоим научи меня». То есть, вот, меня поразило, я вам хочу сказать, всего лишь 117-й псалом, и в нём слово «устав» 24 раза сказано. Тут ещё опять повторюсь. 135-й. «Осияй раба твоя, светом лица твоего, и научи меня уставам твоим». Ну, «светом лица твоего» это даже у нас во время литургии читать, да? Может, слышишь, Татьяна, слышишь каждый раз? 145-й. «Зывай всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы твои». 155-й. «Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов твоих не ищут». Вот смотрите, сейчас мы разберём вот это немножко, да, например. Он как говорит? «Далеко от нечестивых спасения». То есть, если человек благочестив, то спасение к нему близко, так? А если он нечестив, то и спасение от него далеко. А когда это бывает? Когда они уставов не ищут. То есть, они как бы нечестивы поступают, и естественно, они уставов не ищут, да? Тут как бы всё взаимосвязано. 171-й. «Устав мои пронесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Это я к чему говорю опять? И это я хочу вернуться к тому, что у нас вот мы написали устав, составили, да, с Татьяной, но входит сюда пока только 3 человека. Мы сейчас ходим пробежать по нему и вспомнить. Я говорю, почему? Например, вот смотрите, слово «устав», он применяется где? Мы сейчас не будем говорить о монашеских монастырях, правильно? Есть такая даже поговорка «в чужой монастырь к своему славу не ходят». Но о монахах в Евангелии не сказано, и мы поэтому, как и знаете, мы должны себя сверять с Евангелем, и то есть своей жизнью проверять по Евангелию, то есть что там написано. И как он ещё говорит, я вам раздалась, по-моему, и сказал, то, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. То есть мы сейчас не будем говорить о том, чего там нет, а о том, что есть. Вот если есть там уставы, он же говорил, например, что Христос, когда проповедовал, его там спрашивает, да, как это, в отношении к заповеди это исполнять. Он же говорил, вот воины, что были, он говорил, быть довольны своим там жалованием, да, раз были воины, значит, а у воинов мы знаем, ну, солдаты, воины наши, войска, у них же есть устав. Я говорю, Нань, слышали, прекрасно, знаете, у кого дети, это мужья, все, Нань, знаете, муж военный был, вот у меня сын сейчас тоже, поэтому у них есть устав. Я меньше всего, наверное. Я хочу сказать, к чему. Ну, иначе тебе раз, два будет. Раз, значит, вот, мысль какая, что Господь, говорит, сотворил этот видовый мир, чтобы мы смотрели на него и познавали Бога и мир духовный. Это всё же, ну, так, устроил-то не зря. Я думаю, почему у нас воинство существует, потому что есть воинство небесное. А воины, и мы должны, христиане, мы же тоже воины. Вот, и поэтому, раз мы воины, христиане, мы должны иметь устав. Вот, вспомните себя, подумайте, я, например, тоже к этому... Вот, это в Арском ещё есть. Я тоже туда ездила, а там тоже есть купель. Вот, ну, там тоже. Арский. В Арском тоже у них купель есть. Арский, да? Да, в Арском. Там уже у них всё предусмотрено. Но они там договариваются, заранее там надо звонить. Они только в определённые там дни, наверное. В определённые дни платные, да? Ну, платно везде, а смысл в том, что, конечно, затаяться-то не платят, по сути, не должны брать затаяться. А у нас везде получается, что платно. Я ещё хотела сказать, сейчас о крещении-то читали. Иоанн призывал покаяться. Я говорю, просто сказать покаяться, да? Я задумаюсь о том, что такое покаяние. Ну, что значит покаяться-то? Это осознание своих грехов, да? Ну, и осознание, и искоренение, и искоренение. Мы сейчас сначала говорим, а вот если человек осознал, что он грешен, грешен, да? Тогда он и придёт к покаянию. А если человек не сознаёт, не признаёт себя грешником, он не может к покаянию прийти. Ну, да, он и не пойдёт. Вот у меня в жизни, как, знаете, было, ну, я ещё много лет назад, когда начинала ходить, что-то в наш храм, идёт знакомая с нашей бывшей работой. Я говорю, что... То ли она спросила, откуда я? Я из храма. Она так ухмыльнулась из храма. Я говорю, а ты чего не хочешь? Она... Да зачем? Я вроде не грешу. Я тогда так удивилась, думаю, ага, получается, что храмы для грешников, да? Ну, вот, получается, люди-то думают, что... Ну, сейчас говорят, что я не могу идти в храм, тяжело мне в храме. Или там душно, или ещё что-нибудь, куча причин, вижу, только не ходить в храм. Ну, понятно? Есть, что по-другому, Анкатик, войдёт, крещение, по-другому ходит, по-своему, невозможно ходит. Разные люди есть, по-разному есть вообще. Меня вот прямо интересует вот именно крещение, покаяние, покаяние. А, ещё интересная там мысль какая была. Что интересно, в Царстве Небесное, когда Господь уже был распят, да, на кресте, то есть Он принесен на жертву, Он как бы примирел нас с Богом Отцом, вот, и мы уже имеем право, то есть у нас надежда уже, рай открыт как бы, да? Если раньше же не было до распятия, когда Господа распяли, Джон Иват вошёл, проповедовал, да, рай открытый. Почему, говорит, вот почему сектанты не верят, типа иконы, т.д. А почему икон-то раньше не должно быть, откуда они возьмутся, если рай был закрыт, и туда никто не входил. Первый вошёл туда, говорит, разбойник, распятый, да? Ну, Господь расстрелил между двух разбойников, слева и справа, и первый, который исповедовался с Христа на кресте, разбойник, вот он говорит, ныне же со мной будешь в район. То есть, получается, он самый первый разбойник вошёл в рай, когда он стал, рай-то, как сказать, открыт для людей-то. То есть, когда Господь был распят на кресте, Он добровольно принёс себя в жертву за наши грехи. Вот, и когда Он себя принёс добровольно в жертву, вот, тогда уже, а уже после появились у нас канонизированные святые, мы как бы стали их там канонизировать, мы им молимся, почему мы их почитаем? Уже потому что рай открыт, уже доступ открыт, и они уже стали входить, и мы уже стали с них писать иконы, да, почитать их, потому что они уже могли войти в Царство Небесное. А в Ветхом Завете не было, там рисовать только Архангела. Господь сказал, как это исходит, что там 20-я глава, не изображай, но это об идолах сказано. Игнатий Хачин-Пенсиаль. Нельзя было идолам поклоняться, изображать идолов. А в 25-м он говорит, а здесь изобрази, когда храм строился, там, говорит, и Херубеймы, да, изображён был. А почему людей? Так они откуда возьмутся, если в рай-то они никто не входили. А сейчас мы понимаем, почему их уже доступ открыт в рай. Вот они, их много у нас. Ну, на самом деле, мы, конечно, не знаем, там сколько, там... Которые мы молимся святыми, они уже в райах. Ну да, о которых мы почитаем, молимся, которые мученики за Христа. Вот, они как бы в Царстве Небесное. А здесь интересна ещё мысль, я вот сейчас заметила, сегодня ещё тоже читала, и говорю, надо же, оказывается, в Царстве Небесное, оно ещё не... Ну, понятно, что оно там, да? Но оно и здесь уже, как он сейчас уже говорит, Царство Небесное, это что? Это как бы с одной стороны Иисус Христос, да, когда мы Его принимаем в своё сердце, да, и вот через причастие, через таинство соединяемся, да. Вот, он же говорит, здесь сказано, Царство Небесное, что это значит? Это первое и второе пришествие Христа и добродетельной жизни. Вот интересно, я всё говорю, удивляюсь. Вот, представьте, Иисус Христос, когда был, как Бог-человек, в оплоте, рождён, ходил среди людей, да, вот интересно, он был Бог-человек, ходил среди людей, да, но не все его, конечно, признали, но речь о том, что мы-то вот его не видим, мы принимаем веру, а люди видели, но не уверовали, хотя можно было уверовать по добродетельной жизни. Вот, он же исцелял, воскрешал, ну, до этого же не было даже воскресенья, вряд ли там кто, пророки были, чудеса были, они всегда были, да, но, а воскресенья не было, ещё это только Иисус Христос воскрешал. Вот, поэтому они говорят, как это, там притч-то, а слепорождённый-то, да, он же сказал. От чего? Ему, говорит, во грехах-то есть, но от рождения, которые слепорождённый, он когда прозрел, он, говорит, это, ну, пошёл проповедовать к книжнику Фарсии, он говорит, а кто тебя исцелил? Он, говорит, ну, вот, на Иисуса Христа сказал, а он говорит, нет, ну, человек, если не от Бога, не может быть творить таких лица. То есть человек только от Бога мог творить. Вот, то есть никогда такого не было, что уже... Ну, естественно, человек только был, да? Ну, да, Бога-человек, это понятно, даже вот, получается, он уверовал, ну, через чудо, конечно, но он принял его, как за Бога, получается, что он принял, он покаялся. Потому что мне, вот если мы читаем Евангелие в Библии, мы же видим, что Господь творил чудеса там, где была вера, а где вера не было, он не творил. Так что, получается, значит, слепорождённый у него была вера, через шестик христа еще не было, а уже он уверовал, да? Нет, мы сейчас говорим, когда Иисус Христос ходил, как он побеждал, он во время его жил, он его... Это время через христа. Да, он исцелел, он подошёл, его там исцелел, он уверовал-то. Я хочу сказать, но вера тоже, интересно ли там, здесь должно быть и покаяние, я так думаю. То есть человек, чтобы была вера, он должен признать себя грешником, так ведь? Когда человек себя грешником признает, тогда у него появляется покаяние, и тогда ему появляется нужен Бог. Вот сами подумайте, да? Так, где киня, совесть мучить, мучить, мучить. Ну, я понимаю, я пытаюсь рассуждать, я вот думаю, потому что я сколько раз сталкиваюсь с людьми, вот есть люди, которые себя грешниками считают, считают себя праздниками, а раз они праздники, Бог им не нужен. Ну, многие считают, зачем мне церковь, зачем мне, Бог и не верует, поэтому. А когда он верует? Вот когда они увидят в себе грехи, познают, что они грешники, и ты, раз ты согрешаешь, страшно же подумать, а что с тобой будет, для чего человек живет, а если вот Евангелие в руки попадешь, ну ладно, там ладно, кто-то не знает, ну, мне кажется, сейчас таких абсолютно, чтобы вообще не слышали, не знают, потому что у нас много по телевизору, по радио, но сейчас в основном в интернете все сидят, все равно там есть много крупных людей, всяких православных каналов, все смотрят и знают, что есть ад, есть рай, и какой-то страх у людей появляется, да? Ну, вот, не хочется живаться, как попасть. Компьютерные всякие, а у нас... Я сейчас, нет, хочу говорить мысль, какую я хотела, что вот Царствие Небесное, Иисус Христос, ну, как бы это одно и то же, то есть, когда мы, Иисус Христа, причащаемся, скажем, да, через Святые Таинства, мы как бы вмещаем в себя Царствие Небесное, вот сегодня даже это сказано же, разве вы, говорит, вы не знаете что, вы храм Духа Святого, живущий в вас, если вы только не то, конечно, то есть мы, если христиан, мы живем по-христиански, то мы свой храм тела для души должны светить, вот, потому что Господь говорит, кто оскверил, да, храм свой, того нам покарает Господь, да, получается, если мы согрешаем, мы как бы отверняем свой храм, да, и не раскрадем, да, согрешаем, конечно, отверняем. Мы согрешаем, я хотела сказать еще, интересно ли это получать, что Царствие Небесное уже, вот, святые, мы сейчас вернемся к ним, сейчас святые каналы читаем, они же Царствие Небесное стяжали, да, ну, как Серафим Саровская и говорила, там, стяжать благодать, дар Духа Святого. А кто такое стяжать? Ну, подожди, сейчас, ну, так, как стяжать по-другому? Я же нервничка, то есть, проживать, обладать, жить ею, быть в одином Духом Святым, то есть, мы как, я так считаю, что это, либо мы Духом Луканом, либо Духом Святым, третьим не дано, ну, как ты будешь? Благодать, она, говорит, есть, как бы, это сила Господь дает, вот, в чем сказано, когда, ты, говорит, крещение принял, и тебе дается уже сила больше, ты уже, тебе легче побороть тот самый грех, чем когда человек вне, в церкви, не крещеный, ему сложнее, вот, тоже, я, я, тоже наркоман, ему очень сложно это побороть, вот, а еще я это говорю, опять хотела вернуться-то, о мертвости, вот, то есть, получается, когда мы согрешаем, мы души твои умерщвляем, потому что, грех, он приносит смерть души, даже говорят, там смертный грех, то есть, грех убивает душу, не тело, а душу, вот, именно, сейчас и говорится, что те люди, которые грешат, грешат, и не каятся, Иисус Христа за Бога, скажем, человека, да, истину Бога не признают, то есть, они рискуют чем? Что они могут это царствие не стяжать, жить без Христа, а если ты царствие небес не стяжал, Христа, как говорится, не приобрел, не стал чадом Божиим, да, то ты рискуешь, умирая, наследовать вот эту душу, раз она мертвая, она мертвая и останется, она не воскреснет, тело только умрет, но тело-то умрет, оно потом, Господь его воскресит, но мы сейчас говорим о том, что душа рождается духовно, в крещении, первый раз в крещении духовно, душа рождается, а второй раз это на страшном суде будет, но она может умереть от греха, и чтобы она от греха не умирала, нам дано вот таинство покаяния, если умрет от греха, то уже и покаять, и никак не проскочить. Если ты покаешься, если ты можешь справляться, да, то, конечно, для этого существует покаяние, покаяние и таинство существует для этого. Я говорю, люди сейчас, многие ходят, они не понимают, что вот, хочу сказать, крещеные, может и многие крещены, но они правильно крещены, они духовно мертвы, вот ты говоришь, они ходят, причащаются, а сами опять пришли и тут же нагрешили, в этот же день буквально, почему это происходит, а потому что они духовно мертвы, еще, у них нет сил, вот, святого духа победить, то, корень, корень страсти, я читала, не правильно исповедовать, еще больше переход, чем сильно, ну как же неправильно, я не специально утаиваю, а вот, не знаю, когда-нибудь по беседам надо, я не знаю, к чему вот в жизни можно научиться, вот если ты будешь читать Евангелие, и сравнивать себя с Евангелие, тебе совесть будет подсказывать, тебе никто, она тебя не обманет, совесть, тебе никто, никто не научит, мы тебе не можем сказать, это у каждого дана совесть, для чего? А я думал, что я в общем человек поговорил, чтобы объяснили мне, подожди, ну как тебе объясним, потому что только ты сама, в этот момент, когда ты согрешаешь, ты сама это знаешь, мы можем не знать, хотя, говорит, по грехам все одинаково, говорит, по грехам все равны, страсти всех от людей, все люди по-разному живут, понятно, что все равно все по-разному, разные там нюансы, обстоятельства, но все равно каждый должен, понимаете, чтобы покаяться, исправиться, у человека должен быть свой опыт, все равно ты должен его как бы знать, преодолевать, например, вот чем говорит, у святых я читала, интересно, если ты будешь бороться с самым грехом, да, духовно где-то падает, вставая, у тебя будет свой опыт, тебе он ночевает, падает и грешает, еще опять согрешает, то есть ты падаешь, как бы духовно согрешаешь, потом опять скажешь, опять как бы воскресаешь душой, душой, я имею в виду, не тяло, духовно, вот, и этот опыт, он тоже полезен, для чего? Мы научаемся уже потом не падать, не согрешать, этот опыт он нужен, потому что, и говорить, чем труднее это дается, тем оно, как бы, вот благодать, если она легко дана, даром дана, человек ее теряет быстро, он может ее забыть, а если ты, например, благодать, какой-то труд, это в любом деле, например, там, ну, хоть рисование, да, хоть картина, хоть кто дом строит, кто прикладывает много труда, в любом деле, переживание, тем более в духовном, да, если ты прикладываешь старания, усилия, тебе это тяжело дает, дается, но зато ты хранишь потом долго, почему и Господь, он говорит, сразу не дает, свою благодать себя не теряет нам, потому что, он знает, что мы слабые, мы опять падаем, ну, как синие, да, опять говорит, православные, это, говорит, как синие, вон, это, это, она с православных, когда мы вроде воскресли, мы с Христом, мы христианами называемся, а сами продолжаем грешить, как, говорит, пил, глудел, там, курил, причитился, опять пошел, мы продолжаем грешить, вот я хотела сейчас вернуться, опять говорю, вымечаю в храме, в последнее время, чисто по-женски взгляд такой, ну, женское видится, да, вот люди не понимают, они пришли на крашеные ногти, она вроде повязанная, юбка длинная, да, сколько хочешь, а ногти на крашеные, но это, и вырешенные шутки, это, я хочу сказать, от мира, от сатаны, потому что сатана правит, в мире, да, он свержен, говорит, с неба был, именно вот, поднебесная ему принадлежит, и там, как еще в Евангелии сказано, не любите мира ни того, что в мире, ибо любовь к миру, есть вражда против Бога, вот люди не понимают, если миряне красятся, например, ногти красят, косметику, там, украшения, это же все мирское, это для тщеславия, там, да, понравится, какой-то соблазн, вот, а у христиан этого не должно быть, мы не должны быть похожими на мирян. Не надо стараться, маникюр, даже не крашен, маникюр делать, и маникюр делать, не красить, а просто еще очищать, маникюр, мне звать, я тут правильно не знаю, ну, не знаю, я это вообще не тратаю, на работе, все женщины говорят, почему ты никогда не делаешь, не маникюр, зачем, я, например, в это, как ты знаешь, как она называется, в салон красоты, слава Богу, никогда не ходила, как-то обходилась без этого, я вообще не понимаю, сколько день, обрасти, тратить, сейчас еще скажу, вот это, по-христиански, чисто, волосы, женщин все-таки лучше растить, не постригать, сейчас я хотела, знаете, еще вернуться, мы сейчас, подождите, мне что понравилось, я последнее время, читаю, среди парализованного, представленного, 17-го кафизма, Таня, тебе не сказала, взять Библию, там, в 17-й кафизме, знаете, что интересно, на русском, кто если читал, Таня, ты их почитаешь дома, посмотри, сейчас я, знаете, что меня поразило, тетя, ты не читала на русском языке, вот смотрите, 17-й кафизме, 117-й кафизме, там, слово устав, звучит 24 раза, то есть 24 стиха, вот, и я сейчас, это самое, зачитаю вам, слушайте внимательно, а потом я скажу, к чему это, 118-й, я буду, это 10-й, 118-й псалом, только стихи буду называть, 5-й стих, ой, если бы направились в пути мои к соблюдению уставов твоих, то есть это царь Давид, молился Богу, псалтырь написан, царем Давидом, да, если ты вот не знаешь, кто не читал, на русском, когда читаешь, он вот так молился, и это все записано в псалмах, и мы читаем, значит, 8-й стих, буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем, 12-й, благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим, 13-й, уставами моими возвещал я все суды уст твоих, 16-й, уставами твоими утешаюсь, не забывая слова твоего, 23-й стих, князья сидят, изговаривают против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих, 24-й, откровения твои, утешение мое, и уставы твои, советники мои, 26-й стих, объявил я пути мои, и ты услышал меня, научи меня уставам твоим, 33-й стих, укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца, 48-й, руки мои буду простирать к западам твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих, 54-й, уставы твои были песнями моими на месте странствований моих, 64-й, милости твои, Господи, полна земля, научи меня уставам твоим, 68-й стих, благо благодетелен ты, Господи, научи меня уставам твоим, 71-й, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим, интересный момент, да, вот он говорит, то есть он пострадал, называет это благом, то есть когда мы болезнями чем-то наказываемся, это для нас благо, искупаем грехи, он говорит, как бы наказал, ну наказывал Господь, да, и он через это познавал себя и научал суставам, да, как это еще параллельно место, сейчас хотела я сказать так, да, 17-й кафизм, 118 столов, 164-й стих, 7-й кратный день, прославляет себя за суды, правда твоей, то есть там, это тоже, самопед Давид, он говорит, что он прославлял его за суды, ну то есть суды, это всякие, у нас происходит, да, каждый раз, вот там где-то, сына, трясения, на водне, немного людей погибает, да, ну много такого в жизни, это суды Божии, но они бывают, и у нас лично, у каждой жизни, что-то свое какое-то наказание, какие-то болезни постигает нас, да, и мы познаем, сейчас я немножко отвлекусь, вот вспомню, у меня жизнь, например, момент был такой, как-то мама рассказывала, она говорит, работала всю жизнь, ну последние годы, имею ввиду, там у нее, ну ладно, не важно, был такой период, когда она работала в торговле, и даже, по-моему, при Горбачеве, когда вот это, наводку,